В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Ремонт заводского шоссе начнется уже в этом году. Работу будут проводить в два этапа. В результате в Самаре появится еще одна обновленная современная дорога. Об этом на встрече с трудовым коллективом завода имени Кузнецова рассказал глава администрации Самары Олег Фурсов. Он побывал на предприятии с рабочим визитом. Мощнейшие двигатели для ракет производятся в этих цехах на заводе имени Кузнецова. Именно сюда после первого полета в космос приехал легендарный Юрий Гагарин, чтобы поблагодарить рабочих за удачный полет. Сейчас завод имени Кузнецова крупнейшее предприятие и уникальная испытательная база. В 2010 году здесь произошло масштабное техническое перевооружение. Увеличился штат сотрудников. На предприятии сейчас трудится порядка трех тысяч молодых специалистов. С некоторыми из них познакомился глава администрации Олег Фурсов. На встрече с трудовым коллективом предприятия он ответил на вопросы заводчан. Буквально неделю назад в выходные поставили большой такой гиоз перед домом на газон. С хорошим названием. Игорь Сатна. Ну по всей видимости он вот еще заработает. Помогите пожалуйста разобраться к этому вопросу. Адрес там пожалуйста помните. Там где мы эти вещи выявляем, мы демонтаж продолжаем. Теперь, чтобы решать проблемы своего двора и микрорайона, жителям не придется ждать встречи с главой администрации. В городе меняется система местного самоуправления. У районных властей будет свой бюджет и команда единомышленников. Районный совет, куда войдут люди неравнодушные, горожане профессиональные. При поддержке районных советов жители смогут быстрее решать проблемы территорий. Мы очень хотим, чтобы в состав районных советов попали люди, представляющие промышленные предприятия, общественные организации, бюджетные учреждения. Те люди, которые не завязаны на интересы финансовых группировок и которые будут отстаивать интересы простых людей, трудовых коллективов. Для того, чтобы благоустройство вокруг вашего завода, вокруг ваших домов шло в первую очередь. Благоустройство территории – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации, напомнил Олег Фурсов. О делах ближайших и долгосрочных говорил глава администрации с заводчанами. Интересовался их мнением. Муниципалитетом вместе с заводом и другими предприятиями будет реализован проект благоустройства «Юнгородка». Об этом договорились в начале года. Больше всего заводчан порадовала новость о реконструкции заводского шоссе, который начнется в ближайшее время. Этого события сотрудники завода Кузнецова ждали давно. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков, События. 13 самарских улиц комплексно ремонтируются силами городского департамента благоустройства. Большую часть работ уже выполнена. Обновление дорог ведется преимущественно в темное время суток, чтобы не затруднять движение транспорта. За ремонтом на перекрестке улиц Гастелло и Московское шоссе наблюдала наша съемочная группа. Асфальтобетонная смесь температурой в 150 градусов, катки весом в несколько тонн и ударные темпы работы. Текущий ремонт на улице Гастелло на участке от Московского шоссе до Старозагора ведут ночью. Чтобы обновить порядка 600 квадратных метров дороги, задействованы больше десятка спецмашин. Идет ямочный ремонт, карты до 100 вагонных метров, горячая асфальтобетонная смесь. Подготавливаем карты, прометаем их, потом проливаем битом на эмульсии. Раньше применялось принцип битом, сейчас битом на эмульсии идет. В этом году в Самаре комплексный ремонт проводится на 13 улицах. Среди них Венцик и Рабочий Мариса Тереза. Уже завершены работы на Южном шоссе, вскоре обновление ждет и Южный мост. В этом сезоне запланировано отремонтировать более 200 тысяч квадратных метров внутриквартальных проездов. Особое внимание улицам Смычкам, которые в час пик разгружают главные транспортные артерии города – Новосадовую и Московское шоссе. Улица Гастелло является, скажем так, дублером улицы Советской армии. При большом трафике часть улицы мы уже отремонтировали от Новосадовой до Московского шоссе. Скажем так, разгрузили существенно улицу Советской армии. Дальше по Гастелло. На участке от Новосадовой до Старозагора положили порядка полутора тысяч квадратных метров нового дорожного полотна. Столько же отсыпали крошкой. Проезжую часть ремонтируют за счет городского бюджета. По словам рабочих, свежий асфальт прослужит не менее двух лет. Следующий этап – обновление улиц Дублеров. Потапово – революционная Лукачева. Алина Чемерес, Максим Гусов, События. Гораздо меньше ресурсов требуется для того, чтобы навести порядок на газонах. Один рабочий всего за полдня может подстричь газон размером в две тысячи квадратных метров. Казалось бы, дело небольшое – один газон. Но если сделать его быстро и качественно и сразу же приступить к другому, весь город можно привести в порядок быстрыми темпами. На какие территории нужно обратить внимание в первую очередь, подскажут жители своими обращениями в общественные советы микрорайонов. Лужайка вдоль трамвайных путей между Аэрокосмическим университетом и Ботаническим садом притворилась собранием уникальных растений. Однако это по большей части сорняки. А потому рабочие, без сожаления, расправляются с ней газонокосилками. Один человек должен скосить примерно две тысячи квадратных метров. Минимальный размер травы должен оставаться два сантиметра. Последующий покос травы на этом участке будет происходить уже после, когда подрастет. Сигнал о необходимости обратить внимание на эту территорию и включить ее в план работ поступил от жителей в общественный совет микрорайона Парковой. Такой механизм взаимодействия позволяет обращать внимание власти именно на те моменты, которые в первую очередь волнуют горожан, и оперативно решать вопросы на местах. Вопросы уже решаются. Не все. Вопросов много. Но, я еще раз говорю, в ближайшее время какую-то часть мы постараемся решить, а те вопросы, которые требуют более глобального, может быть, вмешательства и ресурсов финансовых, они будут взяты на контроль. Чтобы помогать развитию Самары, формируется команда созидателей из неравнодушных людей, нацеленных работать на благополучие и комфорт в родном городе. Общими силами решать вопросы своего двора и микрорайона. Очевидно, за таких людей и проголосует население 13 сентября на выборах в районные советы депутатов. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. События. Покосившиеся козырьки над подъездами, обвалившийся вход в подвал. На недоделки и халатность прежних управляющих компаний нельзя смотреть сквозь пальцы. Почему жители Арцебушевской-3 не могут чувствовать себя в безопасности, они поделились со своим депутатом Александром Фетисовым. На что рассчитывать людям, расскажем в сюжете. Чувствовать себя в безопасности у жителей дома номер 3 по улице Арцебушевской не получается. С тех пор, как обвалилась дверь в подвальное помещение, люди в тревоге за здоровье своих близких. Там могут и дети упасть, там разрушено все, и бомжи иногда ночуют там. Поэтому просто боимся. Вход в подвал обязательно. Должна быть дверь в подвал, чтобы был закрыт. Мы же все-таки следим за этим. У нас там и непосредственно отопление, и все, у нас там трупы проходят. В соседнем дворе переулки Тургенева-23 жители жалуются на некачественную работу прежней управляющей компании «Альтернатива». Из-за порывов на теплосети двор постоянно затапливало, дорога приходила в негодность. Должного внимания решению проблемы никто не уделял. За эти столько лет у нас вот здесь вот все провалилось. Асфальтировать они вот это вот заплатками сделали. Все здесь бордюры вот были сняты, потому что здесь грязь была, все. И вот в итоге мы остались, что у нас здесь все провалилось, здесь, там это все подмывало, все подъезды нам изуродовали. Цоколь изуродовали, нам пришлось за свой счет это делать. Проверка состояния жилого фонда в округе еженедельно в личном графике председателя Думы Александра Фетисова. За все недоделки ответ держит управляющая компания. Теперь это ЖКС. Козырьки, подъезды, фасад на это просят обратить внимание жители. Мы договорились с управляющей компанией, что некоторые работы они будут даже делать с авансом, с учетом будущих платежей жителей домов. Ну и определились и с опиловкой деревьев. Это на себя возьмет администрация района. Первые результаты работ по благоустройству жителям обещали показать уже в течение месяца. За этим председатель Думы проследит лично. Алина Чемери, Сарцем Сулайманов, События. Возможность погонять без риска для пассажиров получили водители городских автобусов. В их распоряжении площадь имени Куйбышева, самая большая в Европе. Здесь прошел конкурс скоростного маневрирования. Водительское мастерство демонстрировали 24 водителя общественного транспорта. Скорость, виражи и заносы. Все то, что недопустимо на дороге, сегодня разрешено на конкурсной площадке. В спортивном азарте участники стараются продемонстрировать все свои лучшие профессиональные качества. Для Сергея Чемерова водитель автобуса не просто работа, призвание. В прошлом году на областных соревнованиях он занял третье место. В этом настроен только на победу. Приобретается еще больший профессионализм, мастерство, какие-то навыки. Рожденным водителем другим не сможет быть. У каждого своя работа, у каждого своя профессия. Каждый для чего-то создан. Созданные «Рулить» 24 водителя участвуют в соревнованиях. Все те, кто уже доказал свой профессионализм в городских районных конкурсах. Они представляют Самару, Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, Кенель и Красноярский район. Фигуры автопилотажа подобраны таким образом, чтобы максимально выразить умение перевозить пассажиров безопасно и с комфортом. Городская остановка автобусная, опытный водитель должен открыть точно заднюю дверь перед пассажиром, чтобы ему было удобно войти в автобус. Четкое и быстрое выполнение всех элементов – залог успеха. Победители примут участие в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Участие в котором – мечта каждого водителя. Водитель – это не профессия, это образ жизни. Хотелось пожелать вам удачи, всего хорошего, ну а мы, как принимающая сторона, постараемся сделать, чтобы у вас было меньше проблем. Вперед! Дарья Трофимова, Станислав Левин, События. Высшему пилотажу в своей сфере обучились и сотрудники почты. У них, кстати, профессиональный праздник. Доставить корреспонденцию быстро и по точному адресу тоже уметь надо. Кстати, первыми своего рода почтовыми сообщениями были наскальные письмена. Люди посредством рисунков общались друг с другом и передавали информацию. Позднее роль почтальонов исполняли гонцы с устными посланиями. Сегодня почтальоны – люди современные. Они уже не носят тяжелые сумки на ремне и пользуются современными электронными системами. Сумка почтальона слегка полегчала в пору электронных писем и подписок на интернет-издания. Хотя в молодости пришлось даже подкачать мышцы, разнося килограммы писем и газет, рассказывает почтальон с 30-летним стажем Надежда Белова. Работы хватает, ведомственные письма, пенсии, телеграммы. Для людей на своем почтовом участке она – самый долгожданный гость. Они всегда радуются, радуют меня видеть. Все новости знаем мы, все новости. Их хорошие, и плохие, все новости. Они свои, а я свое как бы. Почтальоны, операторы, водители, профессиональный праздник отмечают почтовики. Российской почте больше тысячи лет. Первые упоминания датируются концом 9 века. В 15 веке сеть почтовых станций охватила всю страну. Почта России сегодня – это 42 тысячи почтовых отделений, 2,5 миллиарда писем в год, порядка 140 миллионов посылок и более миллиарда газет и журналов. Почта России пополняет важнейшую социальную миссию. Она объединяет людей. Она объединяет людей, которых разделенных расстоянием и временем. Для некоторых почта остается сегодня единственным способом связи. В этом году почтовики удостоены различных наград федерального и регионального значения. Среди них 168 самарцев. Это, прежде всего, свидетельство того, что труд ваших коллег, ваш собственный труд обеспечивал то качество подачи информации, то качество коммуникации, то качество связи, которое было отмечено на самом высоком уровне. На достигнутом почтовики не останавливаются, идут в ногу со временем. Развивают сеть почтовых отделений, осваивают современные технологии, внедряют новые услуги. Марина Матвеична, Артем Сулайманов, События. С помощью писем во все времена признавались любви и передавали чувства на расстоянии. В наши дни любовные послания по-прежнему лидируют в эпистолярном жанре. Правда, теперь это электронные письма, смс-ки и короткие посты в социальных сетях. Но историй семей, достойных пиропаэта, меньше не становится. Тех, кто на своем примере доказал, что любовь с годами становится только крепче, поздравили в Доме культуры Пушкина с Днем семьи, любви и верности. Торжественная музыка, свадебный вальс, праздничное убранство. Ветеранам семейного счастья подарили возможность вновь почувствовать себя женихом и невестой. Они вместе больше четверти века, однако для многих это первый свадебный бал. У Ханифы Ибрагимовича и Нины Михайловны не просто брак-долгожитель. В этом году они отметили 65 лет совместной жизни, железную свадьбу. А железо, как известно, символ прочности семейных уз. Обладатели самого большого богатства. У них трое детей, пятеро внуков и шесть правнуков. Поделились, как прожить жизнь вместе, подобно Петру и Февронии Муромским. Друг другу нужно уступать. Не скандалить, чтобы все было всегда договоренно совместно. Любить, конечно. И любить друг друга. Всех благ и еще долгих лет семейного счастья собравшимся парам пожелал заместитель главы администрации Самары Игорь Кондрусев. Он тоже вспоминал свою свадьбу. С супругой они вместе уже 36 лет. Это очень теплый, очень хороший, очень доблый и символичный праздник. 29 июня 79 года в этом именно зале я расписался. У каждой из семейных пар своя история любви. Все семьи-долгожители уверены, для счастливой жизни и века мало. Дарья Трофимова, Станислав Левин. События. Собственную лодку любви и семейного счастья своими руками построил самарец Андрей Антипов. Не зря товарищи называют его Кулибиным и говорят, что у него золотые руки. На самодельном корабле первым из возможной флотилии капитан ближнего плавания Андрей Антипов прокатил нашу съемочную группу. Сердце у капитана тоже оказалось золотым. Корабль своими руками – настоящее мужское хобби. Андрей Антипов давно прослыл самарским Кулибиным. Руки у него и золотые, и из нужного места растут. Шутят товарищи, которые всегда готовы помочь. Умелец, можно сказать, мастер свою. И любитель. Главное, ему это нравится. Много я ему помолву, конечно. Мы немножко соображения делали. Вот насчет того, что рулевая у нас не получалась. Неделю мы ковыряли. Сообразили, что сделать. Ну, мысли тоже есть. И охота побольше немножко даже сделать. Немножко побольше. А так он получился у нас нормальный. Строить нормальные корабли Андрей Васильевич никогда не мечтал. Все больше машинами грезил КамАЗы, Газели. В них он разбирается досконально. Страсть к морским путешествиям появилась уже в солидном возрасте. Говорит, захотелось почувствовать себя капитаном. Купить маленькую лодку не вариант, а большой катамаран или яхта дорого. Смекнул, что инженерные умы золотые руки помогут исполнить мечту. И вот кульминационный момент. Спустя полгода после начала строительства плавательное средство спускается на воду. Специальный погрузчик везет корабль к Волге. Друзья и товарищи помогают. Пойдет или нет – главный вопрос. Конечно, волнение было. Потому что пока довезли, и тут сразу неприятность. Каюту делали в пыхах, как говорится, русская пословица. Спешишь, людей насмешишь. Ну, хотели за два часа сделать, сварили. Пока довезли, она развалилась. Ну, все, а сейчас остальное спустим, остальное поплывет по частям. Ну, ничего, выдержал, потом все, поехало. На самодельном корабле в каждом элементе видна рука мастера. Тент от солнца, мебельный, конечно же, штурвал. Ну, не откладывая в долгий ящик, наше путешествие начинается. Просим капитана завести мотор. Андрей Васильевич, поплыли. Разрезать волжские просторы, дышать речным воздухом, чувствовать брызги на лице – истинное удовольствие. Катамаран развивает приличную скорость, вполне достаточно для водных прогулок. Вмещает до 15 человек так, что можно собираться всей семьей с друзьями. Рыбачить, загорать, купаться, отдыхать в теньке – абсолютно автономное плавательное средство. Катамаран побольше, двигатель помощнее. Занятие на ближайшую зиму он себе уже придумал. Самарский Кулибин точно знает – будет строить очередной корабль. Можно что-нибудь наподобие мистерали построить. Можно это реконструировать, усовершенствовать хорошенько, чтобы было комфортно, каюту поставить нормально, диванчики. Мечтая, кораблестроитель Андрей Антипов наслаждается волжскими просторами. Впереди – лето. Навигация закроется только с холодами. На память останутся фотографии и наши видео. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. Память предков и День Святого Хетога. Один из главных национальных праздников осетин традиционно отмечается в эти дни июля. Светлый праздник олицетворяет собой добро, помощь всем нуждающимся и дружбу. В Самарском национально-культурном центре Алания чтят традиции предков и всегда устраивают яркое торжество. Осетинскими пирогами с сыром угощали и нашу съемочную группу. Какой бы ни был праздник, на стол обязательно ставят три пирога. Готовят их из тонко раскатанного теста и большого количества начинки. Традиционно в пироги кладут сыр. Это непременный ингредиент. Причем сыр может сочетаться и с картошкой, и со свекольной ботвой. Число 3 не случайно. Это символ солнца, земли и воды. К одному из самых главных национальных праздников – Дню Святого Хетога. Кроме известных круглых, подают и три треугольных пирога. Их раскладывают в форме звезды. Хетог – один из главных святых в Осетии. По легенде за верность христианской вере. Он был отвергнут близкими. Ему пришлось спасаться от смерти бегством. Когда его почти настигли в чистом поле, недалеко от Осетии, случилось чудо. Лес отделился от гор и перенесся к Хетогу, где он стоял, и прикрыли его. И он таким образом спасся. С тех пор роща Святого Хетога в поле – одно из главных святых мест в Осетии. Каждый год на праздник сюда собирается порядка 100 тысяч человек. И самарские осетины вдали от малой родины чтят традиции предков. Мы всегда везде отмечаем этот праздник, где бы ни проживали. Этот праздник такой, что на весь мир такой говорят у нас. Пир на весь мир. Этот святой помогает всем осетинам, даже не осетинам, те, которые имя находят, вспоминают, помогли и всем помогают. И сегодня, конечно же, всем будем друг другу желать удачи, счастья, здоровья. Праздник – это еще и процесс передачи традиций, обычаев и мудрых заветов от старшего поколения молодежи. И, конечно, кроме традиционных блюд, на торжестве всегда присутствуют национальные танцы, которые отражают характер народа, скромность женщин, доблесть и отвагу мужчин. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Телеканал «Самара ГИС» теперь доступен жителям микрорайона «Крутые ключи» и коттеджного поселка «Ударник». Настройте первый городской телеканал в цифровой сети «ЭГС Телеком». И это пока все городские события. А у меня еще новости экономики. Генри Форд, которого часто считают мрачной иконой капитализма, как-то заявил, если вы требуете от кого-нибудь, чтобы он отдал свое время и энергию для дела, то позаботьтесь, чтобы он не испытывал финансовых трудностей. Странно слышать такое от акулы капитала. А в России, к примеру, многие компании до сих пор забывают платить зарплату сотрудникам. В итоге в стране хотят создать госкорпорацию – агентство по выплате зарплаты. Новая структура по замыслу авторов инициативы будет заниматься расчетами с работниками обанкротившихся предприятий и организаций. Долги по зарплате сотрудникам предприятий банкротов предлагается выплачивать из гарантийного фонда заработной платы, который должен быть создан за счет средств федерального бюджета и других источников. Авторы «Идеи» заявляют, что при банкротстве компании долги по зарплате стоят далеко не на первом месте, что нарушает права работников. А по данным Минтруда, долги по зарплате на 1 июня составляли 3 миллиарда 300 миллионов рублей. С проблемой невыплаты зарплаты столкнулось около 76 тысяч человек. В России зафиксирован значительный рост жалоб от населения на действия коллекторов. По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в первом полугодии 2015 года на деятельность коллекторов поступило порядка полутора тысяч жалоб от граждан. Столько же поступило за весь 2014 год. В регионах заемщики часто жалуются на оскорбления и угрозы. Людям расклеивают на дверях различные объявления, оставляют письма, пытаются связаться со знакомыми и рассказать им о долгах. Я так полагаю, что по мере углубления кризиса коллекторы начнут вытаскивать из-за кромов утюги и паяльники. Продленные в Греции банковские каникулы и экономическая чахарда на туристах по-прежнему не сказываются. Транспорт, музеи и достопримечательности Греции по-прежнему работают. Контролирующие ведомства подтверждают, что отдых в стране безопасен, однако сохраняется рекомендация брать наличные. Туроператоры подтверждают, что климат для турбизнеса в стране остается спокойным, спада российского турпотока нет. На сегодня это все. Хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова